В Наберных Челнах завершился набор в университет третьего возраста. В этот раз пенсионеров, желающих обучиться компьютерной грамотности, больше. А вот мест, несмотря на ажиотаж, меньше. Репортаж Светланы Салмановой. Надежде Гришиной уже далеко не 20, но это ее нисколько не смущает. Говорит, как и любви, учебе все возрасты покорны. Уже будучи бабушкой, она решила вступить в ряды студентов. Хочет быть с компьютером на «ты». Научиться, чтобы по скайпу разговаривать, общаться с внуками. Одна в Петере, другая в Архангельске. Можно сказать, что этим женщинам повезло. В этом году отбор студентов третьего поколения был строже, да и мест меньше. Максимум 350 человек из заявленных ранее полутора тысяч. И все потому, что набор на популярный факультет компьютерной грамотности при институте отменили. В нашем институте нет аудиторий. Все классы, которые оснащены компьютерными, просто заняты с утра до вечера. В них учатся наши собственные студенты. Помочь студентам возраста решили в пенсионном фонде. Все выделили деньги, курсы заработали при школах. Правда, теперь их намного меньше. Если в том году 30 образовательных учреждений открыли двери для студентов-пенсионеров, в этот раз лишь 8. Обучать компьютерной грамотности будут и на базе центра занятости. Которые стремятся возобновить работу, уже будучи на пенсии, значит, они будут иметь возможность проходить обучение также через центры занятости. А с 2014 года эта статья, надеемся, будет работать. На первую линейку бабушки и дедушки соберутся в середине ноября, а после начнутся лекции и зачеты. Пенсионеры уже сейчас строят планы на ближайшее будущее, получат диплом и откроют личные кабинеты во всемирной паутине, чтобы не простаивать в очередях на почте, а, к примеру, оплатить коммунальные услуги через интернет. Светлана Салманова, Эльвира Салахова, Радик Ганеев и Андрей Буслаков. Вести Торстан. Набережная Челны.